Корабельную рощу торжественно открыли после реконструкции. Ее итоги оценили представители городских и областных властей. Как было и как стало, сравнили и наши корреспонденты. Осмотр начинается с главного входа. Со стороны улицы Комсомольская гостей встречает яркое название. За ним на территории в 162 тысячи квадратных метров больше десятка площадок, обустроенных в едином стиле. Такой подход одним из первых оценивает министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Мне он понравился. Он такой комплексный. Это хорошо. В обновленной роще, к примеру, сразу четыре детские площадки с резиновым покрытием. Одна из них в виде корабля. Впечатление замечательное. Очень здорово сделали. Очень нравится. Такая живая роща стала для людей наконец-то. А так была дикая. Очень хорошо. Ездить отдохнуть, спортом заниматься. Присесть можно. Все хорошо. В числе прочего места для занятий спортом и танцами, городской огород и площадка для выгула и дрессировки собак. В корабельной роще обновили и асфальтовые дорожки. Много разного по ходу строительства приходилось слышать. И много критики. И местами даже справедливые. Но все познается в сравнении. Между тем, что было и тем, что мы видим сегодня, огромная пропасть. Поэтому любое созидательное движение я приветствую. Явно видно, что с каждым годом проекты благоустройства у нас становятся все масштабнее и масштабнее. Сегодня мы открываем прекрасный парк. На благоустройство корабельной рощи выделили почти 70 миллионов рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Появление этого парка – это заслуга в первую очередь самих жителей города Первоуральска. На рейтинговом голосовании вы выбрали эту площадку как первоочередную, где необходимо провести мероприятие в рамках национального проекта «Комфортная городская среда». Главные принципы такого благоустройства – комфорт и безопасность, говорят представители властей. В подтверждение этих слов в роще модернизировали, например, сети наружного освещения. Отмечают, большой корабелке – светлое будущее. На территорию корабельной рощи предусмотрели шесть входов с тематическими названиями, в зависимости от того, какие деревья высажены вблизи. Вот этот вход, например, рябиновый. Здесь рябина рядом. В ходе реконструкции, как утверждают специалисты, пришлось вырубить только несколько опасных деревьев. Высадили при этом полторы сотни саженцев рябины, клёна, черёмухи, яблони и шиповника. Алексей Вербицкий, Денис Хромцов. Новости. Первоуральск.